Добрый день, подписчики моего канала, банные братья. Сегодня я хотел бы провести обзор, кто хочет сделать себе недорогую, хорошую купель на улице. Как ее сделать? У меня уже был такой проект на моем канале, есть обзор. В бане у меня такая купель простояла 11 лет и стоит сейчас. А в этой бане я решил сделать тоже купель на улицу. Для этого потребовалось выкопать яму. Выкопал я яму, день мне потребовался на яму опустить вот такую вот обрежтоку с бака. Это бак на тону, так называемый кубик. Я ее опустил, но перед тем, как я ее опустил, я ее обшил к USB. Многие не знают, что такое к USB. Вот USB, это мелкая шлифовка, он влагостойкий. У меня такими и полы в бане были сделаны, и обшитый бак. А вот USB. У USB больше стружка. Этот влагостойкий. И не знаю, так он сейчас или нет, но у меня пролежал 11 лет на крышке, на баке. Под дождем, под снегом, ему хоть бы что. Ну вот, обшил я по кругу к USB. Вставил вовнутрь бак. Вернее, обрежтовку. И сейчас вот вырезал верх. Решил попробовать такой проект. У меня в другом проекте у меня больше здесь прорези. Он больше устойчивый. То есть, углы больше жесткости. Ну, здесь, в принципе, тоже получилось неплохо. Я брал бэушный. Кто какой найдет, есть новые, продаются. Без разницы. Вы его погружаете туда, закрываете кран. И он у вас там стоит. А вот здесь забиваете две трубы с нержавейки. И обычно лестница интексовская, с бассейна, туда отлично подходит и становится. За 11 лет я купил одну лестницу. Вот она одна половинка и вторая. Вот я использовал две половинки. То есть, у меня лестница ушла за 11 лет. Это день на и ночь на работала эта купель. На зиму я, правда, лестницу вытаскивал. И в чем преимущество еще? Когда он углублен, в нем не так замерзает вода. Максимум, сколько замерзало, это где-то вот так вот льда. И все. И то вы аккуратно посередине ударили топором, побили, вычерпали сачком это все. И долили воды, и удобно. Второе преимущество это то, что когда вы ее скачали, я скачиваю обычным насосом с поплавком, который для выгребных ям. Вставляю туда, на улицу шлангу выкинул, оно все выкачало. Остаток потом выбираю водичкой. Вот удобно, видите, я его поднимаю одной рукой. Его всегда можно вытянуть с ямы, поставить в яму. И получится очень хорошо и удобно, легко помыть. Вот, потом вот кран перекрыли. И сейчас вот мы его погрузим туда. Вот, я один, мне не нужна ничья помощь. Вот, раз и бак там. Бак стоит там. Значит, вот. Здесь борта. Можно отделать доской. То есть берете обычную доску, либо если есть лиственница, очень хорошо. Либо сосна, либо дуб. И просто на край, на торцевик, ставите кусок доски. Вот так вот. Ставится кусок доски, и у вас уже получается ступенька. Крышку можно сделать, как и вот с такого материала. Это ее родная крышка, помыть ее надо. Либо можно сделать с QSB. Накрыли, и туда никто не провалится, не упадет. Вот такая у нас сегодня на обзоре купель. Рекомендую. Я ее вкопал. Вообще, у себя возле выхода. И человек вышел, и может сюда прыгнуть, опуститься. Здесь тонна воды. По практике, если она наполнена практически до краев, человек свободно может с головой погрузиться в эту прорубь в зимнюю. Очень удобно. Если вода перелилась, она переливается туда вниз. И там через отверстия выходит. Ну, скажу честно, вот за 11 лет использования такой точно купели. У меня в старом проекте дно сгнило, провалилось. Ну, это 11 лет. При желании всегда можно поменять обрештовку. Поэтому вот такой вот обзор у нас сегодня. Большое спасибо за то, что смотрели меня. Всем до новых встреч!